Первый арестованный за лидерство в преступной иерархии, статья 210,1 Уголовный кодекс Российской Федерации. Вор в законе Николай Кузьмичев, Коля Томский, не пользовался большим авторитетом у себя в городе, сообщила лента РУ со ссылкой на источник. По информации источника, Кузьмичев, которого в СМИ называли влиятельной фигурой в криминальном мире Томской области, был одним из коронованных в 2011-2014 годах при участии Мирабом Зарилуа, Дуяке и его зяте Гелы Кордавы, Гелы Гальского. Это произошло вопреки принятому в криминальном мире временному запрету на раздачу воровских титулов, однако с одобрения ослана Усаяна, деда Хасана. В окружении самого Усаяна коронованных в этот период воров новичков называли пушечным мясом. Позже они вошли в клан Кордавым Зарилуа, ставший самым слабым в российском криминале. Источник также отметил, что Кузьмичев не был судим и не имеет тюремного опыта. По словам горожан, в самом Томске Кузьмичев авторитетом не пользовался и по некоторым данным, мог иметь отношение к наркоторговле, добавил источник. На кадрах опубликованной ранее оперативной съемки Кузьмичев заявляет, что не имеет уголовного прозвища и не является вором в законе. Источник считает, что другие законники могут обратить внимание на эти слова и в заключении Коля Томский может окончательно отказаться от своего титула. Ранее член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, Адальбиш Хагашов заявил, что за арестом Кузьмичева последует множество других. Это станет переломом не только для правоохранительных органов, но и для криминального мира, заявил он. Закон о наказании за занятие высшего положения в преступной иерархии 1 апреля подписал президент России Владимир Путин. Он предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф в 5 миллионах рублей.